Гладиаторы выходят на песок двора. Бытиат там наверху, вместе с ёбанными, грёбанными, мать их, блять, сливками общества, блять. Элития объявляет о том, что её муж Клавдий Глабр даёт покровительство дому Бытиата, а также поддерживает Бытиата в его стремлении стать Эдилом. Там какая-то важная шишка отмечает, что Бытиату от Эдила до Магистрата один шаг. Ну и в итоге, после всей этой хвалы, Бытиат объявляет о поединке между Криксом и Спартаком, который будет на убой. И это дар богам за то, чтобы дому Бытиата было всё заебись. Флэшбэк на два дня назад. Спартак пытается уговорить Раскаса, одного из сторонников Крикса, чтобы тот участвовал в побеге. Но Раскас отказывается. Агрон говорит Спартаку, что Гамелькар согласен на побег, но Каст и другие галы нет. Спартак говорит, что надо уговорить Крикса, но Дурон отмечает, что Крикс под замком. И Спартак ему отвечает, что ему удастся уговорить Бытиата выпустить Крикса, ведь у чемпиона есть свои привилегии. Эномай жалуется Бытиату, что новая охрана избивает гладиаторов ни за что. Но Бытиату похуй. Он говорит Эномаю, что в скором времени даст ему свободу и передаст должность лонисты, а сам уйдет в политику. Эномай спрашивает у Бытиата насчет Барки. Бытиат говорит, что ему пришлось замочить Барку из-за того, что он неправильно выполнил приказ. Ну и начинает ему втирать, что мол, когда Эномай станет лонистой, то ему придется тоже принимать сложные решения. Ну и в таком стиле. Лукреция говорит Бытиату, что на предстоящем празднике в честь дома Бытиата нужно устроить бой между Спартаком и Криксом. Бытиат сомневается, потому что Крикс единственный соперник, кто может оказать сопротивление Спартаку. Лукреция говорит, что надо устроить все так, чтобы Крикс этого сопротивления не смог оказать. Бытиат рассказывает Спартаку, что будет бой против Крикса на предстоящем празднике. Спартак просит его, чтобы тот выпустил Крикса из-под замка и позволил ему тренироваться. Спартак также уговаривает Миру, чтобы та открыла дверь и решетку, которой разделяют тренировочный двор и виллу, ну и чтоб она это сделала во время боя между Спартаком и Криксом. Бой между Спартаком и Криксом продолжается. Мира говорит госпоже, что надо еще бухла принести, Лукреция же отвечает, что это должна сделать другая баба, а Мира должна остаться здесь на балконе и прислуживать гостям. Спартак во время боя хочет уговорить Крикса на побег, но Крикс не соглашается. Флэшбэк на один день назад. Эномай приходит к Криксу и говорит, что он будет биться против Спартака на следующий день на закате, и бой будет на убой. А также рассказывает, что господин ему дает свободу, и титул ланисты жалует. И они вместе смогут освободить Невию. И только Спартак стоит у них на пути. Крикс появляется на тренировочном дворе. Лукреция продолжает выебываться на Элитию и говорит, что Элития должна прочитать то, что написала Лукреция. Это для всех гостей послания, которые придут на празднование. Элитии это не нравится, потому что она не хочет говорить словами других. Но Лукреция говорит, что это придется сделать. Между ними отношения накаляются. Во время отдыха Спартак ловит момент и заговаривает с Криксом насчет побега. Но Крикс по-прежнему не согласен и говорит, что Спартак обезумел. Спартак ему рассказывает, что Бытиад приказал Авулу замочить его жену. Крикс удивляется этому, поскольку не знал об этом. Но все равно не меняет своего настроя и не соглашается на побег. Хотя они жмут друг другу руки и желают удачи в своих целях. Ашур добыл зелье, которое должно ослабить Крикса в предстоящем бою против Спартака. Оно обеспечит Спартаку преимущество. Продолжается поединок. Выродок Нумерий отмечает, что Крикс сражается достойнее, чем тупой ворон. Аурелия слышит эти слова. Элития же говорит, что Крикс может победить Спартака. Лукреция надеется, что этого не произойдет. Мира ловит момент, чтобы открыть дверь и решетку, отделяющую тренировочный двор от виллы. И она убивает охранника, который охранял эту дверь. Флэшбэк на утро дня боя. Аурелия надеется, что Крикс сможет победить Спартака. Но Ашур ей говорит, что ей не стоит на это так сильно рассчитывать. Спартак на тренировочной площадке разговаривает с Аурелией. Он говорит, что по указу сынка магистрата Нумерия был убит ворон. А она говорит ему, что Криксу что-то подмешали в еду. А также Аурелия говорит, что хочет, чтобы Крикс замочил Спартака, поскольку не может простить ему гибель ворона. Криксу принесли еду. И тут входит Лукреция, которая говорит, что готова простить Криксу измену, но хочет слышать правду о том, что он ее любит больше, чем Невию. Но Крикс говорит, что Невия единственная любовь у него. И он мечтал в минуты покоя о ребенке, но от Невии. Лукреция после этих слов уходит, и Крикс выпивает зелье, подмешанное Ашуром. Продолжается бой. Мира показывает Спартаку, что двери открыты. Спартак продолжает уговаривать Крикса, говоря, что его отравили, и чтобы он шел вместе с ним. В итоге Крикс соглашается. И Спартак в прыжке протыкает бывшего магистрата секса, точнее секста. Но тут, не понимающий ситуацию, Эномай вдруг свою плетку нахрен закрутил, но Крикс прорубил своим мечом эту ебаную плетку. И гладиаторы нападают на охрану. Вся гребаная элита разбежалась на виллу. Лукреция недоумевает, где же охрана. Элития понимает, что теперь она может послать нахрен эту Лукрецию, и посылает ее к ебеням. Эномай недоумевает, что происходит, и спрашивает у Крикса, что за безумие. Крикс говорит, что он вместе со Спартаком. В итоге Эномай говорит, чтобы Крикс сбежал отсюда, а сам он хочет поквитаться с Ашуром. Дурон выручает Агрона в этой бойне, но сам погибает. Гладиаторы ворвались на виллу и прописывают в пиздюле этой знати всей элите нахрен, бля. Лукреция интересуется, где эта сука Элития, а она тем временем съебывает с виллы вместе с охраной, и приказывает охране запереть дверь и никого не выпускать. Эномай поймал Ашура и хочет его порешить. Бэтиату удается отразить нападение некоторых гладиаторов, и Лукреция, Аурелия и этот долбоеб Нумерий убегают. Они разделяются, и Аурелия идет вместе с Нумерием. Ашур проигрывает дебой Эномайю, но просит его, чтобы тот его замочил как гладиатора, а сам подхватывает предмет и хитростью ранит Эномайя. Избегает от него. Эномайю не удается найти этого Ашура. Лукреция пытается уговорить Крикса, чтобы он ее не убивал, но Крикс иного мнения. Аурелия вместе с Нумерием прячутся. Этот девственник говорит, что ворон был никем. Аурелия ловит момент и припоминает этому долбоебу всю хуйню, что тот натворил по отношению к ворону. Уебок попадает под клинок разъяренной Аурелии, которая отомстила долбоебу за ворона. Спартак останавливает Аурелию. Эномайя говорит, разве недостаточно? Спартак отвечает, что ему нужен только один Бэтиат. Спартак настигает Бэтиат, но тот пытается выебываться. Говорит, что Спартак по сравнению с ним никто. Жалкое ничтожество, что он ему дал все и так далее. Но Спартаку все равно на мнение Бэтиата. И по итогу Спартак порешает Бэтиат. И все гладиаторы и остальные люди, которые находились на этой вилле по неволе, уходят оттуда бравой походкой.